На чертеже известного советского архитектора Георгия Крутикова изображены города с летающими автомобилями. Таким он видел будущее. Эту дипломную работу он защитил в 1928 году. Комиссия оценила ее на отлично, но даже для Советского Союза, где в то время строились самые фантастические планы, полет мысли Георгия Крутикова оказался чрезмерным. Разгорелся скандал. Говорили, что институт, где он защитил диплом, обучает фантазеров. Признание пришло гораздо позже. Эти работы показывали на международных выставках. Их изучали другие известные архитекторы. А сейчас чертежи представлены на выставке «Сад утопий». Утопию мы понимаем не архитектурно и не политически. Мы понимаем утопию как синоним искусства, потому что любое искусство – это предложение альтернативного образа жизни, альтернативной реальности, в которую мы верим, не верим. В экспозиции работы из фондов музея архитектуры имени Щусева, Московского музея современного искусства областного художественного музея. Выставка – это взгляд на идею утопии глазами разных художников. Современные авторы видят ее иронично. Например, художник Александр Филимонов вписывает работы классиков в интерьеры хрущевок. Так он переосмысливает прошлый опыт искусства. В выставке нашлось место и утопии в самарском ее варианте. В экспозиции представлен проект фабрики кухни московского архитектора Екатерины Максимовой. Раньше я его представлял просто чисто как, ну, один из образцов конструктивизма. Это не такое вот именно утилитарное искусство, как вы раньше видели, но все-таки нечто большее. Это искусство, которое тоже как-то выражало какие-то свои мысли, у которого тоже была какая-то своя философия. Выставка работает до 6 мая. Лариса Шлафас, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.